С приходом весеннего тепла в регион, в областной столице, местами тает не только снег, но, похоже, и асфальт. Не выдержало зимних испытаний дорожное покрытие, в частности, на улице Хромова в Твери. Там, среди проезжей части, ямы едва ли не по колено, которые мешают нормальному движению, в том числе, общественного транспорта. Так почему на ряде Тверских улиц не приживается асфальт? Только ли весна виновата? И когда ямы, в которых застревают даже крупногабаритные автобусы, залатают? Ответы на эти вопросы нашел наш корреспондент. 208-му автобусу пришлось изменить маршрут движения. Временно он будет объезжать отрезок улицы Хромова от Петербургского шоссе до Паши Савельевой по соседней улице. Коррективы внесены в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна. Но это еще мягко сказано. По факту, в асфальте глубокие ямы. Недавно в такую западню угодил синий автобус. И такие мини-озера стали водой практически на всем участке улицы от Паши Савельевой до Петербургского шоссе. Вот такая огромная яма среди улицы Хромова, прямо в асфальте. Глубиной она мне достигает примерно чуть ниже колена. Водители знают о ловушках, коварно притаившихся под водой. И стараются избегать судьбоносной встречи колес и подвески авто с острыми краями рытвен. И таких экземпляров на километре дороги немало. Но это не единственный подвид здешних дорожных изъянов. Вот, к примеру, у асфальтового полотна разошлись швы и появились трещины, похожие на траншеи. Преодолеть которые без потерь тоже под силу не каждому авто. Я здесь не езжу. Я выезжаю окольными путями. Как автобус ходит. Даже страшно смотреть на него, как он идет вот так весь. Там автобусы вон застревают. Это просто нереальное что-то. Песок возят, я так понимаю, вот эти тонары. Большегрузы, уверенно горожане, внесли свой весомый вклад в то, что асфальтовое покрытие трансформировалось в полосу препятствий. Всю зиму многотонные грузовики бесперебойно курсировали по этой улице. А ведь до этого года все с дорогой было в порядке. Улицу Хромова закатали в новенький асфальт летом 2019 года. Покрытие стоически выдержало 4 сезона. Но в этом году, в 2023, все-таки дало трещину. В том же 2019-м была отремонтирована и улица Хрустальная. Здесь, к слову, проходимость. Большегрузов минимальна, но результат аналогичный. Яма на яме. Так в чем истинная причина их появления? Только ли в капризах погоды и грузовиках? По словам эксперта, жизнь дорожного полотна в нашем регионе примерно 2-3 года. На разрушение покрытия влияет сразу целый ряд факторов. Это усталость основания. Здесь ничего не поделать. Со временем любое основание проминается, оседает. И прежде всего, это низкое качество восстановления основания. Это низкое качество дорожного покрытия. Пересечение с инженерными сетями. Перепады температур. Все это тоже влияет на качество основания. Отсутствие ливневой канализации. Это тоже большой-большой фактор. В то же время положительный эксперт оценил капитально отремонтированные улицы Советскую и Вакжаново. Уже более пяти лет они радуют автомобилистов ровным добротным покрытием. А перестанет ли Хромово быть препятствием на пути? Мы отправили запрос в администрацию города. Ответили нам быстро и лаконично. С наступлением благоприятных погодных условий аварийный участок отремонтируют. Но положат ли новый асфальт или золотают ямы, пока неизвестно.